Ау! Заблудили, что ли? Сейчас я вас познакомлю с моими гостями. Мне нравится, когда у людей глаза горят. Вот. Негде, да? Так, я по своей привычке использую каждую возможность познакомить с нашим садом. Я уже говорю не с моим, я говорю с нашим. Хорошо. Так, будучи это сказать как бы начальником, просьба поработать оператором. Хорошо. А уже идет запись? Идет запись, так. Это мы, знаешь, что-то сейчас подняла. Надень на шею, удобнее будет. Да, это самые наши гости. Представь ее. Ивченко Светлана. Начинающий садовод. И восхищающийся гость. Очень пока второе. Так, а сейчас самое главное, зачем мы? Значит, вы сейчас едете к Рыкалину. Рыкалин, я каждый раз подчеркиваю, один из лучших садоводов в Сибири. А так как садоводство перешло в Сибирь, а Европа безнадежно стала, то назовем Рыкалина Александра Петровича, один из лучших садоводов в России. Так? Хорошо. Просьба там поснимать, фотографии привезти мне. Я про него потом отдельный репортарь сделаю. Так, сейчас смотрите, пойдем сюда, я быстро беру ведро, забыл взять. И отезжайте немножко яблок. Вот они последние. Ну какие есть. Сейчас я быстро ведро рядом. Ага. Постойте. Она работает, посмотри, дайте сидеть. Да, да, идет. Спасибо. Спасибо. Это последние яблоки, да? Вот, к сожалению, все уже практически снято. И вынужден подчеркнуть такой момент для начинающих. Когда вы захотите иметь вот такие яблоки, да? Это всего лишь огромное Голден-Железово. Значит, тут два варианта. Есть у... Это как бы мы учебный фильм снимаем, а вы новичок. Смотрите. Значит, получается так. Есть два официально называемые срока заготовки. Первый. Это вкусовой. Надо ждать, когда упадет максимальный вкус. А второй, это когда идет заготовка, так. Надо снимать раньше, но при этом, смотрите. Я совершаю, я специально подчеркиваю. Я совершаю кощунство. Я отрываю. Почему я это делаю? Во-первых, я хочу, чтобы вы там, у Рыкалина, от моего имени угостили тех, кто там будет присутствовать. Как бы прият от меня. Вот. Таких яблок было много, но, к сожалению, они падают. Значит, почему я говорю кощунство? Потому что плодушки остаются рано. И уже вот здесь вот, вот это вот, на следующий год, вот, Лена Александровна, покажи вот эту плодушку. Вот. Я от нее оторвал, и теперь они плодоносят уже не будут в следующем году. Рано, а впереди морозы. А этого никто не знает. Значит, я обычно как? Жду, когда упадет, и у меня урожай каждый год. Вспоминай, фотографии, тебя фотографировал, правильно? Вот. Это каждый год происходит. А периодическое отношение связано с тем, что, да, деваться некуда. Вот я хочу угостить. Я плодушку искалечил. Вот. Так. Это есть голубин железовый. Пойдем сюда. Вот это вот, к сожалению. Ну, потом ведро наполним потом. Так. Вот это розмарин. Они здесь последние, им повезло. Они в тени. Еще одну плодушку калечут. Видите? Еще одну плодушку. Обычная плодушка дает несколько лет, два, три, максимум четыре года урожай. Одно и то же. Потом она отсыхает и все. Вот. Поэтому мы еще поговорим про колонны немножко, учитывая, что это фильм учебный. Раз у нас есть несколько минут. Вот это и есть розмарин. На самом деле, мы сегодня фильм снимали утром, да, Иоанна Александровна. На столе лежали розмарины в два раза крупнее камни. Вот. И просто это тень. И отсюда и такое неполноценное. Ну, для обывателя полноценное. Для меня как бы торосло. Вот. Так. Ну, давайте еще посмотрим на это дерево. Значит, смотрите сюда. Видели? Ну что, еще одну испортим. А она почти отвалилась. А это снялось. Значит, оно уже... Значит, все-таки, может быть, плодушка усилеет. Вот так выглядит. Она уже готова была, видимо, упасть. Значит, Елена Александровна, просьба такая. Тамошним гостям объяснить. Извините. Вот. Перед этим гостям были четыре ведра увезли. Последние груши еще. Правда, уже некоторые были подкисшие. Вот. И мы приехали. А угощать чем? Давайте так. Значит, ведро мы все равно наполним. Мы еще сходим на тупичок. Выдем сюда. А, если у вас время, смотри. Может, выключить уже запись или пока нет? Нет, ничего. Смотрите. Я хочу пользоваться случаем объяснить. Вот то, что мы... Вот плодушка, да? Вот так же, смотрите. Это колновидная баргузин. Вот она. Я угощаюсь. Люди должны понимать, что я привык к гигантизму. К огромным яблокам. 400-500 грамм. Ну, какие есть. Это колновидная. Запомнишь? Да, да, да. Не самая вкусная, но я все время подчеркиваю. Вот плодушка. Вот колновидная ветка. Вот еще год-два. И все. На самом деле настоящих колонн на свете не существует. Потому что должно подоносить штамп. А на нем, на этом штампе, идем сюда. Вот это ветка продолжения. Вот она, бок пошла. Вот она. Да, у меня урожай. Вот он, угощайтесь, пожалуйста. Ну, ради гостей я испорчу немножко. Хотя это кочунство. Видите? Вот. Но, подчеркиваю, если не будет ветки продолжения, а потом ветка вот одна, вот это с ней, это второй год, а вот это третий год, если ее не будет, что тут будут плодоносить? Вот эти сказки, что на штампе плодоносит яблони. Да, плодоносит один-два, максимум три года. Никаких колонн, которые дают 15 лет урожай, это только за влекалок. Это для того, чтобы человек купил сажение. Ну, это же на 10 лет максимально. Вот такие урожаи, вот такие вот. Зато их очень много на квадратном метре и через 10 лет они уже истощаются. Какие 10 лет? Искорчевывают и садят новые. Вот, вот, только все-таки в средней полосе даже это не получается. Ну, это же для интенсивной технологии сделано. Да, на юге. На юге. Но уже в средней полосе уже не получаются этих урожаев. Там другой принцип. Не колонны, а просто карликовые подвои, искусственные корни, и просто яблони. Но уже не колонна. Колонна подозревается самой миниатюрной яблоной. А как миниатюрные яблоны не могут дать большой урожай, когда у них зависит масса плодов от площади листьев. Ну вот, можно на этом коротенький репортаж закончить, у вас времени нет.